А ты знал, что если ты успеешь поставить лайк за 3 секунды, то тогда ты будешь самой крутой, считаю. Раз, два, три! Всем привет, ребята! Меня зовут Алексис, и добро пожаловать в крутую игрушку Doggy Run! Наконец-то по этой крутецкой игре вышло масштабное обновление. Были добавлены скины новых животных, ребятушки, то есть вот это скины пёсиков. Также, ребятушки, здесь новые скины котиков, ну а также были добавлены ещё новые монстры. А какие именно, вы узнаете чуточку попозже. Но сейчас нам с вами нужно эволюционировать в страшного цербера. Кто помнит, прошлый цербер, ребятки, выглядел немножечко по-другому. Да, и этот вот бульдог тоже выглядел по-другому. Это, ребятушки, новые скинчики. Я их пооткрывал немножечко вне ролика. Вот, кстати, волк тоже у нас другой, тогда был волк чёрный, если вы помните. Гиена была добавлена, ребятушки, раньше гиены здесь не было. Я же говорю, вышло просто масштабнейшее обновление. И посмотрите, какой крутецкий цербер. Раньше он был красный, а сейчас он вот такого вот цвета. Если вы заметили, там есть два скина этого цербера. Мы пройдём сейчас ещё один уровень, и нам уже будет, ребятушки, доступна следующая, грубо говоря, эволюция. Это уже будет эволюция кошек. Мы поиграем тоже за эволюцию кошек буквально одну-две миссии. И потом, ребятушки, перейдём к новым монстрам. Да, вы будете, в принципе, немножечко удивлены. Но, возможно, по картинке вы поняли то, что здесь... Ну, я, грубо говоря, наперёд вам немножечко скажу. Здесь были добавлены, ребятки, драконы. Да-да-да. И мы вот сейчас с вами их пооткрываем. Но дракон, это тоже не последняя эволюция. То есть, я же говорю, игрушка масштабно обновилась. Просто смотрите этот ролик до конца, и вам, я же говорю на 100%, вы не пожалеете. Но также можете подписаться на мой канал, кто ещё не подписан, и поставить лайк под этот видосик. Итак, смотрите, сейчас мы уже будем проходить эволюцию за котиков. Так, нам не надо эта собачка. Вот смотрите, ребятушки, всё, нам открывается врата котиков. Открываем. Ой, стоп, погодите, это пока что ещё рано. Это ещё рано, ребятушки. Я хочу несколько миссий сыграть именно за котиков. Ну, давайте вот так. Выбираем 19 уровень. И нам нужно стать злым-призлым котом. Так, ну хорошо, мы сейчас с вами это сделаем. То есть, мы пройдём сейчас ещё два уровня. И затем будем проходить эволюцию за новеньких животных. Я просто хочу всё постепенно делать. Возможно, вы впервые на моём канале, и вы впервые видите, ну, то есть, данную игрушку. Поэтому я вот хочу показать, в принципе, какие здесь эволюции были с самого начала. Тут, по-моему, на эволюции кошек ничего не добавили, только разные скины, и всё. То есть, вот, тигры были, гепард был. И, к сожалению, до максимальной эволюции мы с вами немножечко не докачались. Это, получается, какой-то демонический кот. Ну да, мы его, возможно, откроем вот сейчас. Я очень сильно на это надеюсь. Да, в принципе, нам снова нужно, ребятушки, эволюционировать до этого вот злого кошака. Вот он получается, видите, на картинке. Вот такой вот злой, худючий кот. Так, отлично. Пока что всё очень и очень хорошо, вайлдкет. Сейчас мы будем, ребятки, уже не вайлдкотом. Мы сейчас будем, по-моему, гепардом, да? Сейчас посмотрим. А ну-ка, гепардик. Вот сейчас потом у нас идёт тигр. И потом, ребятушки, последняя эволюция. Это вот тот вот котик. Да, отлично. Мы всё-таки, ребятушки, с вами превратимся в того монстра, в которого я хочу. Нам должно хватить этого мяса. И эволюция. Я, отлично. Вот на самом конце мы с вами, ребятушки, это сделали. Кстати, скинчик этого котика уже немножечко другой. Отлично. Вот сейчас, ребят, мы с вами будем играть за новых монстров, которые здесь были добавлены. Сейчас, буквально, ещё несколько секунд. И тя-дям. Вот он наш, ребят. Я остановился на 27-й миссии. Давайте мы будем дальше проходить. Нам придётся за этого дракона, ребят, смотрите. Так, нам нужно стать обычным птенцом. За этого дракона нам придётся играть, как минимум, несколько миссий. Но он реально выглядит очень круто. Ну, естественно, дракон новый. Потом вот орёл. Это тоже новое животное. Прикольненько. Это у нас уже оуэл. Оуэл. Это, если я не ошибаюсь, ребятушки. Сова. А что будет после совы? После совы у нас будет, наверное, какая-то утка. По-моему, да? А ну-ка. Да, ребятки, это у нас... Ну, это не утка. Это чайка. Да, это чайка. А вот утка. Да, это вот утка. Но это ещё не минимальная эволюция. Да, к сожалению, это не минимальная эволюция. Можно быть ещё меньшим существом. Давайте я вам покажу, сколько нам ещё нужно пройти уровней, чтобы мы открыли себе ещё одно новое существо. Но я вам говорю на 100%, что мы его сегодня, ребятушки, откроем. Так, это у нас получается вот 1, 2, 3 уровня. И вот потом у нас будут вот такие вот врата, ребятки. Видите, там, где пёсик нарисованный. Так, посмотрим, конечно, что-то будет за пёсик. Так, нам снова нужно превратиться в цыплёночка. Но нам, конечно, не получилось, ребятки, это сделать с первого раза. Возможно, получится это сделать со второго раза. Так, отлично. Мы орёл. Очень хорошо. Главное, собирать ещё вот эти вот всякие морковочки. Знаете, не только через врата нужно проходить, а ещё и моркву поедать, чтобы помочь немножечко себе с эволюцией. Так, вот ещё одни врата. Отличненько, ребят. Кстати, если вы знаете какую-то прикольную игрушку, и если бы вы хотели, чтобы я в неё поиграл, напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. А также у меня к вам, ребятушки, вопрос. Хотели бы вы, чтобы я периодически играл с веб-камерой? Если да, напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. Но мы, к сожалению, не смогли эволюционировать до самого маленького существа. Вот печально-то как. А вот и он, ребят, наш воробушек, до которого я хотел докачаться. Теперь нужно делать всё наоборот. Теперь из этого воробья мы должны с вами вырастить себе, ребятки, самого настоящего дракона. Какой же маленький воробушек. Это, кстати, он самый маленький из всех этих вот монстрячков, из всех животных, которые здесь присутствуют. Так, это у нас уже чайка. Сова. После совы у нас идёт орёл. И после орла, ребятки, у нас идёт дракон. Так, а ну-ка. Да, отлично, мы, ребятушки, станем с вами драконом. Это очень хорошо. Смотрите. Та-дам! Вот и дракошка. Какой же он крутой, ребят. Безумно крутецкий. Ну, согласитесь. Он выглядит эпичнее всего. Даже эпичнее Цербера, мне кажется. Так, интересно, а какая же будет последняя, ребята, эволюция? Я уже жду с нетерпением. Нам осталось, по-моему, пройти ещё одну миссию, да? Да, одну вроде бы последнюю миссию. Так, у нас ещё один, одна попытка превратиться в такого же самого дракона. Но сейчас немножечко легче. Потому что мы стартуем уже с утки. И вот с помощью этого мяса мы с вами докачались до чайки. Вот наши первые врата. То есть, врата нам сразу дают эволюцию. А мясо, ну, нам нужно так достаточно много скушать, чтобы эволюционировать. Ну, я думаю, что мы успеем с вами до дракончика качнуться. Так, отлично. Вот мы уже Орел. А вот мы уже Дракон, ребят. Класс. Какой же он крутой. Так, и нам нужно накостылять этого маленького котика. Ну, окей. Мы сейчас это сделаем. Да, с видосики. Отправляем его практически на 20. Да, это на Х20. Друзья, наконец-то у нас 70 звездочек. И мы с вами доходим до какого-то уровня? 33 уровня, да? Ну, давайте мы тогда, наверное, еще раз пройдем 30 уровень. Я так понимаю, что нам просто нужно его хорошенько закрепить. И у нас, по идее, должен открыться следующий 31 уровень. Ребят, скажу вам честно. На то, чтобы заработать вот эти вот 8 звездочек, я потратил очень много времени. Я, наверное, ну, минут 20 играл, ребят. Вот серьезно. Знаете, не каждый раз получалось получать 3 звездочки на уровне. Поэтому вот минут 20 я потратил на это, на все. Естественно, как бы вы это все не видели, потому что я это вырезал. Это нет смысла вставлять видео. Ну, так вот. Я очень сильно надеюсь, что все-таки дальше откроется следующая миссия. И я свое время потратил, ребятушки, не зря. К тому же я вам пообещал, что мы посмотрим на того вот четвертого монстра. Что это вообще такое будет. Мне прям очень интересно. Так, окей, следующая миссия. Дальше выбираем, ребятки. Так, next level. И я очень надеюсь, нам откроется сейчас следующий уровень. Так, ну же. А что он не открывается, ребят? Почему? Блин, ребят, это походу все было зазря. Вот ешкин кот. Да. Походу, ребятки, мы зазря с вами сыграли. Ну, я точнее 20 минут играл, чтобы не открыть следующий уровень. Вот это, конечно, печально. Ладно, давайте мы тогда парочку миссий пройдем вот за котика, допустим. Может, еще за собачку пройдем парочку миссий, ребятушки. Но вы подписывайтесь на мой канал. Конечно же, как я уже сказал, не забывайте это делать. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о выходе моих новеньких видосиков. Потому что видео у меня выходят каждый при каждый день. Так, ну а мы сейчас с вами поднимем эволюцию монстра. Вы вообще, ребятушки, наверное, не видели такого вот красного... Ой, точнее, не красного, а черного кошака. Вот такого вот. Мы только один раз, по-моему, сегодня с вами эволюционировали до него, да? Так, все, отлично. Отправляем его на х18. И зарабатываем... Вот, блин, ребят, две звезды. Капец. Вот видите, я же говорю, что очень сложно было играть, чтобы заработать именно три звезды на одном уровне. И давайте еще мы пройдем с вами одну миссию за песика. Допустим, вот эта вот пятая миссия. Я постараюсь ее тоже пройти, конечно же, на три звезды. Нам с вами нужно эволюционировать в этого вот прикольного пса. Так, отлично. Монстричка такого вот, ребятушки. Мы сейчас превратимся с вами. Так, дикий волк. Угу. Гиена. И сейчас у нас будет адский тербер, ребятки. Ну что ж, я думаю, что на этом свое видео я буду заканчивать. Если оно вам понравилось, обязательно подписывайтесь на мой канал. Ну а с вами был я, Алексис. Всем удачи и пока. Пока.